Ларисе с Александром, у них здесь посуда есть, выбор такой СССР, цветное стекло. Вот эта вазочка понравилась. Кстати, я как-то делал объявление, что мне нужна помощь в плане того, что иногда машина нужна съездить на рынок, еще куда-то. И они отозвались и говорят, Иван, если нужна будет помощь, то мы готовы на машине что-то забрать, подвезти. И мне совсем недавно понадобилась помощь, я им позвонил, все, они мне помогли, забрали, привезли прям домой то, что мне нужно было. Молодцы, спасибо большое. Эх товар, кстати, вот эта же прекрасная вещица-то, а, это дулева, дулева, жалко она у них без блюдца. Лариса, какую цену? Где-то 300 рублей. 300 рублей. 101. Угу, без блюдца. Угу. Пушинчик мне у них нравится, посмотрите, прекрасно сухоцветы поставить, оформить, полку или на буфете. У меня-то стоят уже, ну а вам-то надо. Только что было у Аси, там подошла одна из королев, принесла, говорит, Ася, можно у тебя оставить полочку? Ваня показал полочку, мне она так понравилась, помните, недавно показывал. Я пришла, купила ее, ей разобрали, я еще про которую говорил, что сложно нести. Так она и купила ее, разобрали, и вот она ее. А, еще что-то она купила там, да. Короче, прибежала за полкой. Прекрасный кувшинец. Старенькая куколка, посмотрите, какое лицо у нее. Далеко лежит, не очень удобно ее снимать. Мурана, смотри, можно поближе Мурана нам посмотреть. Посмотрите, какая она маленькая, миленькая. Ну да, Мурана, видите, с таким цветочком. Золото, амальгама, вы сами видите. Ага, сейчас мы рассмотрим поочередности все. С розами, желтые розами. Сейчас мы вернемся к этой и сначала рассмотрим повнимательнее. Уже больно красивая вещица. 5 тысяч она стоит. Такая малютка. Жуамая, туда действительно роскошная. Она тяжелая, цветы не упадут. Толстостенная. Но здесь вот еще красота. Нужно вам показать обязательно. А что это? Ну, вы как, вы, то есть, я уже нафоткал. Нафоткал заодно. А это чье? Сейбр, францер. А, Сейбр. Тут на дне кремо, в тесте. Ручка гениальная, конечно. По 2 тысячи. А ценник? Это 12. Это КПМ. Ну, вот это впечатляет, хорошенькая. Ну, мало сказать хорошенькая, это просто роскошь. Кремо на дне даже есть. А, советская история. Рыбаку или охотнику подарок вот такой вот. Костер горит и на нем казан висит. Забавно. Больше ни у кого-то. Ну, высоких таких не видел, да? А цена? 8. 8. С Новым годом надписью. С вам счастьем. У меня, я как раз недавно вам показывал такие, помните? Смотрите, в синем цвете. А это в зеленом и высокая. Таких высоких, конечно, не встречал еще. Это ФСР вербельки. Роскошнейшая. А цену сказали бы, да? 8. А, 8. Классная. Свет обалденный. Так, вот еще красоту нашел. Посмотрите, какой большой. Ух, какой мощный. Вот это. Да. Дворец-то точно нужно иметь для этой вещи. Сколько стоит? 10 он стоит. В последнее время вы жалуетесь, что ценник не говорю. Иногда неудобно спрашивать. Иногда просто не хочу спрашивать, потому что, ну, люди заняты. Вот там, интересно, тоже висит. Так, вот у нас подсвечник анделябр огромный. 20 тысяч. Хотят они и очень-очень тяжелый. Ну, и высокий, сантиметров 65, наверное. Может, даже 70. Мужчина смотрит, тоже красивый. Слышно, там в стороне тоже подобные есть. Мое внимание еще привлекла вот эта накладочка с дамой. Ох, она тяжелая довольно-таки. Это на что же ее нужно крепить, чтобы... А, есть здесь болты, место для болтов есть. Роскошное. Умывальники. Это какого же времени, посмотрите. Наверное, 40-е годы, возможно, даже. Какой он красивый, атмосферный, обалдеть. Сколько такой? 3000 стоит. Ну, здесь, по-моему, дырочка есть вот тут вот. Подлатать придется его. Ну, красавец. К нему, смотрите, крышка еще есть. По-моему, к нему. Есть по-современнее тоже такая же технология, да, с крючком таким. Ну, вот этот фактурный. Ну, вот подсвечник красивый. Работа, посмотрите, какая. Четкая. Ясно. Все прожилочки выработаны. Красивые, действительно. Конечно, приходят на рынок для того, чтобы пообщаться, прикупить что-то, какие-то мелочи найти. Ну, иногда даже потратить время. Вот видите, девушка стоит и долго разглядывает что-то. Ну, хотя, наверное, для нее это важно. Не просто так разглядывать что-то, она к чему-то подбирает, скорее всего. Здесь и бусы лежат, здесь и пряжки я вижу, и подвески. Вот это какая-то интересная, что это такое, даже не пойму, ищица. А, это накладка. Какая-то накладка на что-то. Посмотрите, ну, сегодня действительно завал. Как скажет Элла Австралия, завал. Посмотрите, сколько людей. Длинный ряд до конца тянется. За мной еще один ряд. И тоже полно людей. Полно товара. Мне всегда интересен вопрос, сколько процента из того, что принесли, продается. Сколько уносится, сворачивается в коробке. А сколько уносится покупателями с собой. Интересно просто. Ну, все, видишь, что-то рассматривают, все смотрят. Торгуются. С детьми прогуливаются. И перекупщиков, кстати, много. Перекупают, продают на авито еще где-то. Обрел на подсвечнике 3000 пара. Вот их здесь два. Но мне кажется, наверное, здесь было продолжение. Эти болты заканчиваются как-то не очень аккуратно. Наверное, было продолжение. Еще чего-то было прикручено по низу. К низу, вернее. Конечно, сказать, что очень много одежды на рынке. И ведь люди тоже ее приобретают. А кто-то ее сюда еще и приносит. Для того, чтобы сдать. И, да, потом получат какие-то денежки. Видите, обувь стоит в рядочек. И я частенько вижу, как примеряют все это. Просто не снимаю. Избранные сказки. Толтыков Щедрин, 1946 год. Видите, какие расчески шикарные. И здесь прямо выбор. Четыре штуки. И здесь фраже Андрея. Все разные, все красивые. И все с вышивками. Нет, две с вышивками, а две с атласом. Старенькие. Вот это красивая. Даже на ручке вышивка. Грязненькие, конечно, нужно их чистить. А так, роскошные. По 3000, одна. Одна, 3000. Кулечку, которую я частенько прохожу мимо и не снимаю. Не снимаю, наверное, потому что, чтобы не расстраиваться. Потому что здесь просто антиквариат. Прямо сплошняком. Но у нее очень-очень дорого. Но вещи, конечно, достойные. Ну, прям, не подкупиться. Поэтому обычно я обхожу стороной. Выбор большой винтажных пуговиц у нее. Сумочки бисером. Расшитые. Ну, вот самое лучшее, это воротнички, конечно. И вот там еще кружево лежит. Блузки у нее вот старенькие. Сорочки. Вот эта сумочка красивая. На этом столе всегда много вот таких у нас. Из топлива стекла. Все они разные. Лёва, скорее всего, 40-е годы. В ромашку. И старенький, старенький заварничек. Веселенькая расцветочка. Это, по-моему, шторка висит. Либо на очень большой стол. Ну, мне кажется, это шторка. Ну, конечно, красивая вещица. Шебешик. Можно платье сшить. Не только. Ну, недорогие такие вещи. Узнаю, конечно, сколько стоит. Думаю, что очень дорого. То есть 10, поди стоит. Подвеска понравилась, девочка. В такой юбочке с сумочкой. Так ее напротив света вам снять, чтобы было видно. Посмотрите. Видите, держит сумочку. Красивая все, такая подвижная. Интересная кода. Хотел лису показать вот такую модницу. В платье от беспреданницы. Классная, да, лису? Шикарная. Как ей идет этот наряд. Обалдеть. Не хватает зеркала, перед которым у нас стоит. И любуется. Ой, декольты роскошные. Какой носок. И бархатный должен быть голосок. Кажется? Да, мне кажется, наша. Старенькая. Это 1200 долларов. Ну, очень красивая. Это камешки, да? Понятен, мне кажется, это стекло все. Стекло, да? Красивая, большая. Твой товар. Перчатки. Ну, не знаю, какие цены сейчас узнают. Розовая одна. Нет, я эту историю... Розовая только одна. Нет, нет, нет. Вот эти вот цветы, тоже морской волны редкие. И есть кружевные, типа такие, как Элла мне отправляла. А вот у вас кто-то стоит. Ух ты, эти пальчики превратились, смотрите, в ниточки. Обалдеть. Не радует, когда... А, это разные, или все-таки... Нет, это одни и те же. Где-то недосадки. И вот это старинное кружево. Сейчас узнает, цена. Но у него не дешевая. Хотя я кое-что у него покупал. Кое-что брал. Давайте уже детские. Сейчас узнаем. Узнал тускатер 1000 рублей на всего лишь стоит. Он говорит, берите на ставки. Ну, да, надо подводить. Там ставок много может сделать. 1000 рублей перчатки. Ну, это вот три пары купить, 3000. Я буду брать сейчас. А это, кстати, пояс, ремень. Ну, это он уже разобран. И стали от него. Снимают мне ее, забираю. За 700 рублей отдала. За 1000 сказала, да. Потом говорит, забирайте за 700. Вам она нужнее. Снимает. Там гвоздь боится цепить. Какая лежат лис. Или кто это? Белый такой. Ух ты. Ух ты. Какая прелесть. Прям черевички. Так они старенькие. О, сколько же они стоят. Интересно. Прелесть. Это старые туфельки. Сейчас узнаем. Сейчас узнаем. Помните мне Александра. Да, Александра дарила такие тарелочки. Саша. Подруга как раз нашего. Из головы вылетел. Господи. Кого? Кого нашего? В общем, а здесь они стоят 3004. Но две со сколами. А две целыми. Ну надо же. Коголья вылетел. Имя. Забавно. Ну как всегда у меня. Так. Здесь вот такая вещица. Ковш. Или кружка. Слушай, за все 40 тысяч. Ручки. Дверные. Обалденные. Те тарелочки, которые я вам показывал. Кто-то из вас спросил, какая цена. По-моему, 15 тысяч. Ну не по-моему, точно. Любая надо выбрать 15. И здесь такие обезьянки лежат. Посмотрите, какие интересные. За ниточку дергаешь. И у них шевелятся ножки, ручки и хвостик. И они, по-моему, подвесные. А тарелки еще здесь появились. Вот дополнительно. Вот такие. Иван Царевич, Серым Волки. И кто это у нас? Аленушка? Те тарелки, каждая 15 тысяч. Смотрите, какие две чаши здесь есть. Старые, старинные. Фарфор Трест, по-моему, написано. Герб, да? С СССР. И написано, Рыбинская фабрика. Первомайская. Они глубокие достаточно. Не такие уж прям большие. Наверное, супные, да? Или салатные. Салатные. Их две здесь. А в какой цене? Три тысячи. Здесь еще есть варианты подобные. Ну, эти тоже очень крутые. А вот еще тоже есть из этой же серии. Вот. 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 Роскошесто. Какие яркие, нарядные. И вот еще. А это уже Кузнецов или то же самое? Немецкий. То же самое. А, вон Кузнецов. Реально. Дмитриев. Дмитриев. Песочная. Песочная. Наверное, это все одного хозяина. Такая роскошь. Это Китай. Обалдеть. Красота. А такая сколько? Тысяча. Тысяча. Друг. 90-е годы. А такой набор? По триста. По триста. Молочник здесь и кофейник есть высокий. Вот что? Золото. Да, ребятки, посмотрите, какая шикарная кружка. Да это конец 18-го, начало 19-го года. Летучий корабль, наверное. Прекрасный. Просто прекрасный экспонат. Можешь сказать. Конечно, хожу и облизываюсь. Вот этот подхват для штор. Но я не помню, сколько он сказал. Он что-то дороговато. Да. Кстати, он не тяжелый. Он легкий достаточно. Ну, роскошественный. Просто невероятный. Я там немножко в стороне нашел подобный. За две они мне отдают. Сейчас вспомню, сколько это стоит. Вернее, не вспомню, я спрошу еще раз. Кума, горе у меня. Девка-то моя в сына председательского влюбилась. А он что? А он другую любит. Помоги, а! Так уж и быть, Кума. Я помогу твоему горю. На горе колхоз, под горой совхоз, А мне, миленький, задавал вопрос. Задавал вопрос, Соблядел в глаза, Ты колхозница, Тебя любить нельзя. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, Ой-ой-ой, ой-ой-ой, Ты колхозница, Тебя любить нельзя. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, Ой-ой-ой, ой-ой-ой, Ты колхозница, Тебя любить нельзя. Не молчи, ответь мне колхозница, Как же я буду вместе с тобою? Ведь в голове твоя только Ранняя зорь, напорядок оса. С самого утра ты на первом, Когда еще листья покрыты росою, Ты колхозница, Тебя любить нельзя, Любить нельзя. О колхозница, Не отрицаю я, И любить тебя Не собираюсь я. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, Ой-ой-ой, ой-ой, ой-ой, И любить тебя Не собираюсь я. Ай-яй-яй, ай-яй, ой-ой, Ой-ой-ой, ой-ой, ой, И любить тебя Не собираюсь я. Я пойду туда, Где густая рожь, И найду себе, Кто на меня похож. Ай-яй, ай-яй, ой-ой, ой, ой-ой, ой, 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 Найду себе, кто на меня похож. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, ой-ёй-ёй, ой-ёй-ёй, ой-ёй-ёй. И найду себе, кто на меня похож. Птицы в небе летают, то резко, то плавно кружаться над нами. Я буду подобен им, но жаль, что мне бы мне не махнуть. Ведь ты найдёшь себе лучшую мужчину, родная, я это знаю. А я встану на землю сырую и начну свой путь. На горе колхоз, под горой совхоз, А мне миленький задавал вопрос. А мне миленький задавал вопрос. Аминь. 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 Продолжение следует...